всем привет павел в очередной раз мы собрались с павлом для того чтобы разобрать очередной жилой комплекс по вашим между прочим просьбам паша обо что он сегодня сегодня у нас на очереди жк в центре екатеринбурга level up голос грустно у тебя какой-то паша ты как ты что настолько все плохо что ли и снова мы встретились для того чтобы снять очередной обзор очередного жилого комплекса в городе екатеринбурга и именно для этих целей я пригласил этого мужчину самого честного откровенного риэлтора города екатеринбурга паша обо что мы сегодня будем разбор вести сегодня у нас на очереди иван самый центральный жилой комплекс который просили зрители твоей это жк level up о как это видимо потому что об поэтому центральной ребята или левил 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 а погнали ребята наш рассказ мы начнем застройщика кто такой откуда пришел чем славится а ты кто ты такой кто тебя сюда пришла паша тебе слова но на самом деле мне кажется если братью лицо которое стоит делала лапом она никому ничего не скажет но это такое инвестиционная инвестиционная компания которая если говорить про наш город последнее чем отличилась из того что горожане могут вспомнить это вот эти особняки рядом с зданием рмк вдоль реки завод да из жилья это наверное главный вопрос который меня мучает и жилья последнее что они построили это были жилой комплекс das house не скажу что это проект соответствующий современным но это такая как бы на автовокзале такая высотная фигня с такой нарезкой в общем ничего про девелоперс современным продуктом не было и что у нас еще антарес антарес высокого класса жилье но собственно говоря тоже застрявшие где-то там уже морально устаревшие с точки зрения поэтому цен это там не устаревшие на цены там по-прежнему ценитель есть как и за коммуналку не успешно цены вот то есть как бы здесь холдинг который там семнадцатого года по сути не занимался жильем в екатеринбурге берется за реализацию в очень интересной локации но юрий лицо то назови ну you development она себя называет не думаю что кому-то это что-то скажет но вот так она называется ага ну ребят это надежные верить им можно покупать у них можно я думаю что учитывая механизма скролл счетов учитывая как бы не самый последний объект пусть и морально устаревшие в городе построенные там и кстати торговых центров много ну то есть это не только про жилье я думаю что ребята умеют читать деньги есть моща да есть моща и умеет что деньги уже то нет денег чтобы я могла признать чтобы переотдать там уже перезанять ну и тому же они здесь подключили как бы к реализации там известного в агентской среде скажем так руководителя агентства поэтому я думаю что мы и с продажами там все неплохо на анастасия поддубная она должна и один несколько статей писала знатный специалист но для нее мне кажется первый опыт такого консалтинга но специалист в рынке неплохой заявленные картинки будут реализованы любители ну конечно а как ну я думаю что мы видели собой особняки красиво красиво умеют дорого богатого вот я думаю что да мне меня смутило вчера просто опираясь на предыдущий опыт я когда доскаус проектировался мне кажется еще не работал все эти не могу сказать что они обещали я скажу что у меня скорее ожидания что да чем нет хотя как бы учитывая первый опыт работы на консалтинге да вот smart недвижимость агентства и настя может сложиться так что какие-то плюшки и фишки которые она анонсировала и продвигала потом через финн отдел наш это все-таки надо определенную сноровку иметь чтобы довести до ума тут много было деканта просто меня вчера еще смутило когда мы с оператором ходили там есть часть которая не мокрятин и фасадом сделано такой как это интересное облицовочное решение и вот она наименее готовая тоже решили мокрым фасадом в общем что вижу то пою году я к чему спросил то собственно говоря про реализацию нарисованного там же нам обещают яблоневый сад яблоки в этом у курином бульоне изначально это называлось яблочного плаза потом да потом анастасию у нас коллеги потроллили что плаза это вообще-то площадь без деревьев но сейчас в общем-то много чего обещают гамаки эти самые лежаки песочниц паша не отвлекайся от темы меня больше яблоки интересуют они вообще там будут но высадить яблоки сильно большого ума не надо а под ними же паркинг они как туда прорастут корнями есть решение которые как бы в кандинском тебе позволили сделать готовы корню сима это дорого начнем это дорого но мы можем сказать что например строят они из газозалоблока фасад у них мокрая штукатурочка то есть они где-то экономят наш как раз ради яблони ну ладно хорошо застройщиком в общем-то более-менее разобрались идем дальше локейшин локейшин что за локейшин они вот между прочим пишут что это чуть ли не самое центральное место так ты на секундочку более того все рядом вообще все вся инфраструктура рядом 10 школ 150 садиков с бары рестораны значит ну я загнул про 150 но что-то много значит что еще рядом скверы парк подожди парк маяковского буквально вот он буквально через дорогу мне кажется парк павлика морозов ближе будет до центра на велики там прямо вообще вот прям а по хотя они сами в центре чем до центра на велике я не очень понял короче давай про локацию нам рассказывает чего круга где они находятся какой транспорт какие школы давай про все ориентир для понимания жителей это собственно говоря торговый центр макси дом торговый центр как бы вроде большой вроде там даже там фитнес-центр и хейтбрайт фит но вот на мой взгляд мы вчера с оператором к этому родили там столько не арендованных мест то есть там сейчас торговый центр который рассчитывает на какое-то светлое будущее в том числе на жителей лава лапа в том числе на жителей лава лапа там еще на задворках опять же мы поснимали там же собираются три высотки воткнуть вдоль берега висеть и прямо на задворках я найду геймплан как всегда тебе скину вот там гавриловский вроде как-то причастен поэтому торговый центр сам по себе близко но он без инфраструктуру мы там кофеек на обед попили и и все вот но в остальном безусловно белинского тверительно то есть лунычарского площадь обороны там действительно много инфраструктуры и социалки и общественных заведений тогда где-то потусить не так далеко вся вот эта вот история с господи белинского ну ну в общем центр города недалеко психбольницы такую психушку вы чё убираете что в общем действительно инфраструктура насыщенная они ее будут дополнять тем что называется в шагов доступства это пекарня вот вся вот эта вот история чтобы жители как бы ведь кайфовали внутри дома и это плюс безусловно это плюс но как бы и цена при соответствующих характеристиках такая что здесь есть на чем подумать но сейчас к цене перейдем пока что просто про локации короче говоря это действительно недалеко от центра я правильно понимаю мы вчера доехали до главпочтанта который на мой взгляд считается как бы нулевой . нулевым меридианом в екатеринбурге видимо от которого ведется вещь отчет мы за ним доехали за 7 минут мы решили проверить сколько займет дорога до центра плыва лапа отъезжаем от забора строительной площадке и направляемся главпочтанту который считается географическим центром екатеринбурга вот он главпочта сколько 7 минут ехали поворачивать я не буду нас ждут впереди новые жека я так и хотел сказать минут 7 наверно ехали а то есть но это был рядом транспорт автобус трамваи троллейбус до всего начарского от автобуса на велинску там развита сеть общественного транспорта хотя думаю что жители в этих квартирах не сильно пользуются общественным рядом школы рядом садики рядом больницы но вопрос только в том попадете вы туда или нет потому что ну как вы понимаете люди рядом они тоже хотят туда попасть учиться лечиться что диск лень говорю он говорил учиться учиться еще раз учиться это у тебя будет много-много денышков да 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 то есть всем это требуется ну то есть в общем то все в такой ситуации ну главное что это в принципе есть но там уж как договоритесь что называется понятно с локацией понятно что много чего рядом есть даже есть площадь обороны кто не знал с памятником да я давно знал про памятник между прочим недалеко есть парк павлика морозова он не очень большой но его очень неплохо таки надо сказать сделали там очень приятно погулять про парк маяковского который говорят вот буквально через дорогу это так да не так дело в том чтоб через эту дорогу перейти под мосток нырнуть надо небольшой крюк ты сделать и в общем-то пешком то минут 15 вы пройдете а если с коляской то и все 20 смело а если на машине то крюк придется делать а там же еще получается что и ведешь ты не мимо новых домов на не по бульвару прогуливаешься панелечка все дела все что вокруг находится это советские панельные дома с другой стороны сталинские дома таки какая-то еще малая даже какая такая мы поснимать через дорогу это красные двухтысячники вот эти вот красный кирпич в общем вот такое примерно окружение но и сам дом стоит буквально во дворе макси дома макси дома слушаю ну вот это конечно да то есть там мы к ценообразованию когда вернемся там есть дешевые квартиры но вот это как раз те квартиры которые выходят в серую стену но как бы типа если тебе не совсем не важно может быть их под аренду заберут но такая история то есть там очень плотно я думаю что оператор что опять же снимал но как бы это прям гнетущее впечатление производит сюда серая стена сюда серая стена и еще и высота у макси дома не два этажа да то есть если берешь второе он жилой этаж как-то он по нормам инсоляции проходит то привод как все она вообще лично для меня вот так себе история в во дворе торгового центра строить жилой комплекс нет я ничего не хочу сказать это лично мои впечатления то есть я во дворе торгового центра то есть машины туда машины сюда то вернемся к тому что торговый центр дохленький там машину толком нет но на будущее да кстати говоря когда торговый центр или любой центр дохленький как ты говоришь это производит еще более гнетущее ощущение потому что какой-то полу заброшена какая-то история тоже не очень но это ладно это уже я хотел внимание вот на что обратить ребята если вы рассматриваете квартиру именно в этом жилом комплексе вас устраивает локация то внешний вид и все такое прочее обратите внимание вот на такую историю про которую паша сказал что часть окон будет выходить как раз таки на макси дом 1 2 3 5 этаж особенно да даже 10 то есть все равно вы будете видеть на длинущую крышу то которые просто как футбольное поле перед глазами какой еще прикол значит вот относительно недавно я ездил снимал от тема вот эту геометрию да то есть кстати ссылочку оставлю кому интересно посмотрите что в итоге получилось что обнаружилось часть окон выходят на магазин там мегамарт стоит прямо вот с угла уже к геометрии стоит торговый комплекс мегамарт те люди у которых окна особенно нижних этажей выходят на этот мегамарт они все время закрытыми окнами почему потому что шумят вот эти грейдеры огромные от кондиционирования и вентиляции шум нереальный просто ночью спать невозможно поэтому если там такое есть ну от макси дома то вот подумайте что а надо ли вам это тут вопрос цена и возможность а вот сейчас давайте про цены про цены паши расскажи нам ну как бы цены они достаточно нескромные скажем так но при этом вот вам учитывают но для понимания до студия 150 тысяч метр квадрат 150 ну как бы вот он факт но чистовая отделка не знаю кстати вот это тоже довольно спорное решение на мой взгляд из класс жилья же заявленную и локация сама спасибо соответствует какому-то комфорт плюс классу наверное но предлагает чистовую отделку правда с анастасией общались она говорила что это будет не совсем типовая отделка но вот посмотрите вот не совсем не совсем типовая чистовая ну то есть ламинат получше классом обои чуть другие как бы кафель может быть не такой там не только на полу а где еще на стенах какой-то мокрый зон но это именно так и прозвучало что на сегодняшний день это чистовая отделка и она входит стоимость вроде как она будет получше чем у остальных застрочек то что называется чистовой отделкой но это опять же пока на словах однокомнатные тоже как я уже сказал в принципе там есть и варианты дешевле пяти миллионов но это вот как раз привет стена вот их можно взять 5 миллионов представь что то есть как бы там 40 42 квадрата в центре города то есть я отдаю 5 миллионов и у меня в окно прекрасный вид серой стены не хочешь вид из окна 6 половина разница в полтора миллиона если как бы ты такие этажи подкрутишь что прям вот совсем не туда смотреть то то на то да то есть как бы они они эти квартиры очень сильно снизили понимая что это но не ликвид будем честны единственная причина выбрать эту квартиру на фоне остальных доме это цена потому что все остальное ничего уникального у меня мне кажется надо сильно хотеть купить именно в этом месте чтобы согласиться на вид из окна в стену такой вопрос наверное да но у человека в свои критерии может быть безумно важно там не знаю что ребенок ходит в ту в самую школу и как бы хочешь себе позволить класс повыше чем ты живешь в панельке я абсолютно согласен здесь ну давай ладно нашему я еще удивился по ценам добавлю то есть однушки которые в стену смотрят они как бы вот прям сильно демпингуют относительно однушек не в стену а вот трешки то ли они заградительный ценник уже ставят то ли чё ну блин сто тысяч метр квадратный за стену в трешки то есть для меня это был нонсенс ну вот как-то играется с цифрами короче анастасия любопытно но в целом вот порядок цифр понятен двушки сто двадцать пять тысяч я думаю что зрители и покупатели потенциальные могут легко это выяснить позвонить в отдел продаж идти навстречу и все сами узнали я скажу что риэлтором города можете не говорить за него не платят поэтому но мы-то за правду мы же говорим как есть нам не важно если есть за что хвалить истина мы по мы похвалим вот например яблоневый сад это же прекрасно я бы хотел чтобы у меня реально был вот такой вот яблоневый сад вообще концепция благоустройства довольно любопытно посмотрим как это реализуется но то что обещается это очень неплохо высота потолков 272 ну тоже не совсем соответствует классу да хотя большинство всякий нагорный 2 и 8 уже идет вот грани яблонево сада экономили на всем на чем можно газозолоблок тоже уже как бы не заполнение для наружных стен в этом в этой локации в этом классе клевер принцип все это не газоблок поэтому но хорошо чем он хуже чем twin блок я не знаю нет это по сути одно и то же просто сейчас керамический блоком заполняют которые там типа аналогичным кирпичом да блин чем ничем но экология в первую очередь насколько я понимаю то есть это менее экологичный материал еще кирпич из цемента там цементчик песок там а тут норали на буду просто общее впечатление оно такое но с другой стороны у керамического блока есть вот эти вот полости в которой ты можешь крепля чего-нибудь в стену попасть и газоблок он монолитный называют поэтому это спорно просто с точки зрения решений которые потребитель привык видеть в этом классе там многое оптимизировано а какой класс ну я думаю что комфорт плюс это ты так думаешь или там есть заявлено да блин сейчас уже мне кажется учитывая что руководит продажами риэлтору вряд ли он будет заявлять класс потому что сейчас понимают что класса настолько размытые понятие что здесь вот вот афиша смотри где тут чтобы жить как задумал не в бизнес классе не позволь себе бизнес-класс ничего формально маркетинг ничего личного также паша ну тогда расскажи нам зрителям мы не объясни пожалуйста за эти деньги что мы получаем что там есть замечательного вот я прочитал например что там будут какие-то там зачудительные фасады аж чуть не из миди ну вот зачудительный фасад который про который как раз ты говоришь это одна единственная секция и она сейчас в низкой степени готовности как бы это чудо не убрали но это возможно просто материал не пришел то есть но объективно то есть эта секция мы вот ездили с оператором она хуже всех строится с точки зрения хотя сдаются они в одно время поэтому вопрос такой что вы получаете да в первую очередь это все-таки локация то есть мы вот с тобой здесь рассуждаем там газоблок потолки и так далее человек придет если это будет действительно там новый дом с хорошей отделкой холода с окнами да не в стену соседнего и с пониманием того что действительно там в пешей доступности можно прогуляться до центра города ну блин это стоит денег факт там и там и не так ну нет много домов вокруг то есть вот конкретно вот в этом пятне нового чего-то в последнем устроить ну в этот господи так особо нет мне там вивальде строился смотри который ныне ну да обанкротился вот все есть запрос на современный продукт будь добр за него платить ну то есть каких-то таких особых фишечек там нету блин двор здесь можно читать буклет описано все очень красиво там было помоечки пожалуйста теплый паркинг кладовочка но это все то что положено в этом классе за это цене то есть какие-то прям ультра фишечек их нет короче есть подземный паркинг а есть кладовки дополнительные для жителей можно приобрести нету машин во дворе двор зеленый даже даже лежит двор с разной степени гамаки и беседки лежаки что там еще площадка для зумбы там очень вкусно описан буклет мне красно надо зачитывать да мне кажется надо вот буклет даже немножко показать показывал вот смотрите виде какая красота тут прям яблонец яблонь из дома в сад ну тут прекрасно отдыхайте по-разному вот очень красиво даже карушки где детские активности для современные мафы все по сути все то что то на территории хватит на все на это слушай мне кажется там такая большая высотность и довольно просторный двор получается то есть каких-то перегибов в этом вопросе я там не вижу а что ты скажешь тогда про планировки с твоей точки зрения как они отвечают требованиям современности до квадратура ну слава фигурации правильные формы евро формат там типа с каким-никаким местом под гардеробку в больших квартирах поэтому усредненно для меня до детальнее я предлагаю тебе какой-нибудь очередной разбор мне кажется подписчики будут только рады если ты углубишься в планировочные решения и чего-нибудь там отметишь как маленький санузел там губа не выдух гардероба нет короче ребята пишите если надо разберу планировки из этого конкретно жека но для этого надо собрать от вас обратную связь по и брать 100 лайков как обычно собрать 100 лайков да в общем пишите в комментарии надо не надо разбирать эти планировки если надо с удовольствием для вас это сделаю ну что мы еще не обсудили касательно level up а мне кажется в общем и целом мы все проговорили подытожим значит застройщик неизвестный но вроде как надежный нет застройщик давно не работавший над жилым комплексом я только что хотел это сказать локация недалеко от центра но практически центр можно так сказать в пешей доступности по крайней мере правильно до главпочтам по 7 минут на машине рядом много школ детских садов недалеко парк один чуть подальше парк другой скверы то есть пожалуйста гуляйте опять же церковь есть например армянская через дорогу ну мало ли кому пригодится ну что еще все строится как обычно все как все материалы такие высота потолка не очень задрана я хочу сказать еще что в целом то но понимает что за счет вот этого сжатого предложения локации даже те квартиры по которым мы с тобой говорили в окнах стену они дорожают то есть там месяц назад я еще был с клиентом рассматривал этот вариант жилого комплекса сейчас вот специально сопоставил здесь циферки и мы здесь видим плюс пять процентов это не окнами в стену там чуть меньше процентов на целом все это блин дорожает так что если вам это подходит то ребята нечего тянуть и откладывать все дорожает поэтому надо идти и покупать а после этого приходить к нам заказывать я делаю сожалению сырян придется подождать я конечно наверное кому-то покажусь нескромным но вся ваша чистовая отделка это полная ерунда надо делать нормально чтобы жить в удовольствии но на чтобы жить как задумано он продолжает рекламе этот лозунг хороший что-то отлично отлично вроде бы не сказал ни о чем но сказал о всем до каждый подумал так как ему хочется но вот на этой позитивной ноте дорогие друзья давайте с вами прощаться ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал ну и пишите в комментариях ваше мнение чего вы думаете по этому поводу все всем пока да прибудет с вами муза